Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше встанет Европа. И так же если снесет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Он летел не особенно высоко этот аэроплан. На полу стоял длинный, похожий на гроб, ящик с тремя отделениями для трех атомных бомб. Бомб совершенно нового типа. В темных шарах на дне ящика дремлют гигантские разрушительные силы. Я видел, как падали бомбы. Видел страшное малиновое пламя и клубы кроваво-красного пара. И летящие к небу обломки. Двойственное впечатление возникает, когда читаешь эти строки. Написанное Гербертом Уэллсом в 1913 году, а они и тогда воспринимались как фантастика. Сегодня они звучат, как газетная хроника дня. Нынче такое может случиться в любую минуту, где угодно. В одно прекрасное утро. Вот так же шло по мосту девять пешеходов. Как все мы, они были поглощены обычными мыслями и заботами. И меньше всего думали о том, что может случиться через мгновение. Через мгновение над тем мостом вспыхнуло атомное пламя. И от людей остались тени, навсегда впечатанные в камень. Тени и больше ничего. Впрочем, осталась еще память. И вот с тех пор надо мной, над тобой, над каждым из живущих нависают угрозы в любой момент стать тенью. Насколько реально такая опасность? Что в самом деле произойдет с миром, со всеми нами в случае ядерной войны? Кто может нам ответить? Фантасты? Политики? Ученые? В поисках ответа мы беседовали со многими видными учеными мира. В обсуждении последствий ядерной войны активно участвуют представители Торонского и Копенгагенского университетов, Федерации американских ученых, Международного комитета СКОПЭ, Пагушского движения, Папской академии, Японской конфедерации жертв атомной бомбардировки, Всеиндийской организации мира и солидарности, Члены комитета советских ученых за мир против ядерной угрозы. Усилия ученых сейчас направлены на то, чтобы все-таки объяснить миру путем расчетов, холодных, так сказать, расчетов, может быть. Но, конечно, тут нужны какие-то эмоции, но, в общем, документально как-то пояснить миру, смоделировать и показать, что же может произойти. Смоделировать и показать исход ядерной катастрофы. Задача не из простых. Необходим материал для такой модели. Цифры, факты. Статистика первой ядерной бомбардировки. Хиросима, 6 августа 1945 года. Мощность бомбы около 13 килотонн. Население города 255 тысяч человек. Общее число жертв 136 тысяч. Из них свыше 100 тысяч убито или пропало без вести. За всей этой статистикой люди. Не только жертвы, но и тех, кто планировал эту акцию. Кто выполнял. Отмотаем пленку назад. Начнем с того момента, когда на острове Тиньян американские летчики готовились к сверхсекретному рейсу. Чуть ли не на руках бережно выносили из ангара атомную бомбу. Имя ей дали ласковое. Литл бой, малыш. Оставили автографы на память. О чем они думали? Что чувствовали? Командир дремал. Машину держал на курсе автопилот. Бомбардир отметил, что видимость хорошая. И задача у него простая. Штурман делал снимки и поражался. Это было захватывающее зрелище. Кто-то из них даже пошутил, глядя на клубы пепла. Это душ японцев возносятся на небо. Люди, совершившие это, не были какими-то отпетыми злодеями. Шла война, а значит мир для них был удобно разделен надвое. Это мы, люди. А это они, враги, нелюди. Кого можно и нужно убивать. Но вряд ли эти летчики ведали, что творили. И вряд ли понимали, каким долгим будет эхо этого взрыва. В Америке была поставлена целая большая кампания пропаганды в пользу того, что ядерная война является всего лишь разновидностью обычных человеческих конфликтов, обычных кризисов, которые потрясали человечество, из которых, как говорили на целом ряде семинаров, к сожалению, даже наши коллеги, ученые, человечество выходило иногда даже более здоровым. В этом плане оправдывались и бомбежка Нагасаки Хиросимы. И говорилось о том, что, в общем, все разговоры о радиационных эффектах, косвенных эффектах, прямых эффектах ядерных войны это серьезное преувеличение. Я должен напомнить, например, такую статью, как статью Теллера, в которой он говорил о том, что радиоактивные выпадения в результате атомного конфликта, это тоже, в общем, вполне приемлемая вещь. Достаточно отмыться от них. Естественно, это является настолько кощуственным преувеличением возможностей, что даже странно слышать это в устах ученого. Сегодня не без участия ученых уже создано немало сценариев ядерной войны. Попробуем экранизировать один из них на дисплее. Сценарий современного ядерного конфликта. Произойдет общий обмен ударами мощностью в 10 тысяч мегатонн. 90% этих боеголовок будут сброшены на Европу, Азию и Северную Америку. От всех видов прямого поражения погибнет свыше миллиарда человек. И еще столько же будет раненых, облученных, обожженных. Почему такие фантастические цифры не потрясают? Почему воспринимаете так, словно речь идет о чем-то далеком, отвлеченном? Такое не укладывается в рамки привычных представлений. В мирной обстановке среди будней и праздников трудно сделать перенос на себя, на свой город, на свой дом. Мы сегодня нуждаемся в совершенно новом взгляде на наше общество, на нашу планету. Мы нуждаемся в новом подходе к нашему мышлению. В противном случае человечество вряд ли выживет в этой гонке, в этой конфронтации между Востоком и Западом. Мы пытаемся понять содержательный смысл вот этого нового мышления. На чем оно должно быть основано? Оно должно основываться на каких-то продуктивных, позитивных, крупных, глобальных идеях. Во-вторых, это мышление должно быть обязательно коллективным, а не индивидуальным. Это очень важное требование к новому мышлению. Это мышление должно основываться на правилах игры, равных для обеих сторон. Это тоже очень важный аспект нового мышления. То есть мы должны начинать строить на основе этого мышления новые бастионы доверия между нациями, между государствами, между странами. Легко сказать, мыслить по-новому. Но как заставить себя отказаться от привычного образа мыслей? Жили же так наши деды, прадеды, авось и нам удастся. Но нынче на авось надежды мало. Либо люди изменят свое отношение к изменившемуся миру, либо жизнь сделает это. Но только куда болезненней, куда страшнее. Город Припять, Киевской области. 26 апреля 1986 года. 1 час 23 минуты. При остановке 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС произошло разрушение активной зоны реактора с выходом радиоактивных осколков. Это было моментом истины. Чернобыль стал для каждого личным опытом, личной опасностью. И каждый без усилий переносил на себя, на близких эти трагические события. В атомной аварии в малой капле отразилась вся невозможность, вся недопустимость атомной войны. Современное развитие научно-технической революции, то, что мы говорим, вступает в полное противоречие со всеми военными посягательствами. Нужно этот вопрос один раз навсегда решить. Либо мы развиваемся так, как развиваемся, но тогда война должна быть под абсолютным запретом, либо остановиться в своем развитии. Что-то часто говорят про то, что ядерная война очень серьезна по своим последствиям. Это на самом деле так. Но я хотел бы вот сейчас обратить внимание на то, что и не ядерная война тоже очень серьезная вещь. Вот давайте вспомним опыт Чернобыля. Что было в Чернобыльской? Если говорить про такое, ну что, механическое действие, которое там произошло, это сравнительный пустяк, который можно оценивать с точки зрения вот такого военного нападения, ну, тонна, взорвавшаяся бомба. А последствия оказались такими, что вся страна напряглась. И только усилием всей страны удается ликвидировать эту аварию. Все это происходит только в одно отличие. Из-за радиоактивности. Из-за радиоактивности, которая оказалась выброшенной из реактора. В данном случае мы говорим про стихийное истечение обстоятельств, про аварию. А если вы представьте себе, что на Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции произошло нападение и вовсе не атомными бомбами. Хорошая авиационная бомба, она тоже сравнительно слабо разрушит эти здания. Но радиоактивность то вы в некотором роде нападая обычными средствами на ядерные электростанции, вы как бы провоцируете или создаете видимость ядерной войны. Нападая на химические заводы, вы как бы начинаете химическую войну, нападая на биологические объекты, биологическую войну. И здесь есть некий парадокс. Парадокс заключенный в том, что чем более развита страна, тем больше она имеет вот таких тонких, сложных объектов, новейшей технология, тем она более уязвима. Войны никогда не вспыхивают внезапно. Они всегда начинаются в умах людей. Чьи-то озлобленности, ожесточения, сутраты человечности. Разве нормальный человек мог бы убивать других людей, не убив сперва человека в себе, самом. Сегодня ученые нашли точный термин для этого. Эмоциональная тупость. В свое время Эйнштейн говорил, что человечество создало огромные силы, которые могут выйти из-под его контроля и не создало соответствующего запаса мудрости, для того, чтобы понять, как действовать в этих условиях. К сожалению, прогресс пошел не туда, куда ожидал Эйнштейн. То есть, не все человечество стало мудрее. Остались группы людей такого, я бы сказал, динозаврового характера, которые не стали мудрее. Потому что вот это отсутствие ядерных конфликтов после Хиросимы и Нагасаки провело к тому, что для определенных групп людей, профессионалов так называемых, это стало абстракцией. В результате получается, что эти люди живут в дне реальности. Но, к сожалению, они питают реальные политические военные планы. Сегодня можно сказать, что если военные всегда борются специалистами в прошлой войне, то прошлая война была не ядерная. Значит, сегодня военные не являются специалистами в ядерной войне. Сегодня у нас нет специалистов в ядерной войне. К сожалению, ими на самом деле бывают только люди, которые попадают в самый центр конфликта, когда он возникает. Конфликт этот микроскопический по сравнению с тем, что ожидается в ядерной войне. Но, к сожалению, эти люди нам ничего рассказать не могут, потому что, как правило, мы уже не можем их спасти. Какой же будет эта странная война? Без тактиков, без стратегов, без победителей, побежденных, без фронта и тыла. Опыт прошлых войн здесь бессилен. Здесь требуется особое историческое чутье, особая интуиция. Ведь вот Уэлсу удалось заглянуть в ядерное будущее, хотя в 1913 году еще даже не началась первая мировая война, а он увидел вокруг был страшный мир, беззвучный мир разрушения, мир исковерканных, нагроможденных друг на друга предметов. Так где же санитарный автомобиль? Произошла катастрофа, а когда происходит катастрофа, то съезжается санитарный автомобиль, полиция и врачи ищут раненых. Но всюду стояла мертвая тишина. Я, молодой врач, выпускник Университета Дружбы Народов имени Патрии Салумумбы, избрав самую гуманную профессию, профессию врача, приступая к этой благородной, трудной и жизненно важной деятельности перед лицом своих учителей, товарищей по труду, перед своим народом торжественно клянусь высоко нести честь врача, мужественно выполнять свой профессиональный и общественный долг, быть убежденным борцом за социальный прогресс, отдавать все свои силы, способности и знания оказанию помощи человеку, предупреждению и лечению болезней. Торжественно клянусь. Клянусь. Медицинские последствия первой ядерной бомбардировки. Уже в первые четыре месяца после взрыва умерло до 90 процентов врачей, имевшихся в Хиросиме и Нагасаки. Из тех, кто выжил, лишь половина могла выполнять свои обязанности. Раненым этих двух городов понадобилось столько донорской крови, сколько потребляет население Соединенных Штатов Америки за один год мирной жизни. Современная история болезни. Диагноз множественные ожоги третьей степени. Для лечения понадобились сотни литров свежезамороженной плазмы и красных кровяных телец. Проведено шесть сложных операций с массовой пересадкой кожного трансплантата. Применены все современные средства реанимации. Если в крупный ожоговый центр поступит одновременно пятьдесят таких пациентов, медики уже не справятся. Врачи пришли к совершенно твердому и единому мнению, что в условиях ядерной войны врачи не смогут выполнить своего врачебного долга, потому что при огромных разрушениях, при которых гибнут и больницы, и врачи, при которых нарушено водоснабжение, электрификация, канализация, радиационно загрязненные инструменты и пищевые продукты и лекарства. В этих условиях естественно никакой реальной помощи врачи оказать не могут. И наш долг заставляет нас сегодня сказать, в условиях ядерной войны медицина бессильна. Кто лучше врача может знать о страданиях, которые несет война? Если уж медики отказывают нам в надежде на помощь, значит рушится само милосердие. Каждый останется умирать в одиночку, без шанса на выживание. Сакуратай так назывался театр, который гастролировал в августе 1945 года в Хиросиме. Актеры жили в гостинице, расположенной всего нескольких сотнях метров от эпицентра ядерного взрыва. Известная актриса Мидуаринака уцелела чудом. Ей удалось добраться до реки, течение вынесло ее из пламени. Подоспевшие на помощь узнали ту, которая считалась красивейшей женщиной Японии. Люди радовались за нее из такого ада и без единой царапины. Но радость оказалась преждевременной. Начали выпадать волосы, резко ухудшился состав крови. Через 18 дней Мидуаринака скончалась. Мир впервые услышал слова лучевая болезнь. Смерть каждого человека умоляет и меня. Ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Он звонит по тебе. радиочувствительность живых организмов. Летальная доза. Для водорослей 17 тысяч грей. Для вирусов 4 с половиной тысячи грей. Для грызунов 15 грей. Для человека 3 грея. Вот такая грустная диаграмма. Водоросли, вирусы в тысячу раз выносливее человека. То ли в насмешку, то ли в обуздание. Но именно нас, царей мироздания природа сделала самыми уязвимыми для радиации. И Уэллс из своего далекого 13 года чутко уловил этот парадокс. По сей день поля сражений, той сумасшедшей эпохи в истории человечества, содержат в себе радиоактивные вещества и являются таким образом центрами вредных излучений. вещества. Я написал несколько лет назад книгу по проблемам радиологии, но с тех пор у меня накопилось много новых данных о том, что последствия будут гораздо серьезнее, чем мы думали раньше. Одно из таких последствий заключается в том, что радиация может убить человека в течение нескольких недель. Причем смертельный уровень радиации оказался ниже, чем мы предполагали раньше. Погибнет гораздо больше людей, чем считалось еще год назад. Кроме того, и вероятность возникновения рака оказалась больше, чем мы прогнозировали прежде. Другими словами, чем больше мы узнаем о последствиях ядерной войны, тем она страшнее. Мне была получена научная разработка вопросов, связанных с оценкой медико-биологических последствий возможной термоядерной войны. Эти исследования мы проводили независимо друг от друга с английскими специалистами. Данные нас достаточно совпали близко. Их различие находилось в пределах плюс-минус 10%. Я хотел бы напомнить о том, что мы в качестве основы для своих расчетов взяли известный американский сценарий возможностям ядерной войны между США и Советским Союзом, который характеризовался общей мощностью взорванного ядерного оружия порядка 10 тысяч мегатонн. Сценарий ядерного конфликта с обменом ударами мощностью в 10 тысяч мегатонн. Последствия радиоактивных осадков. От местных осадков смертельные злокачественные опухоли возникнут у 21 миллиона человек. Глобальные осадки будут поражать живые организмы на всей Земле в течение 20 лет. Это приведет к возникновению сотен тысяч дополнительных смертоносных опухолей и генетических дефектов. Генетики давно обеспокоены действием генетирующих излучений на наследственность человека. Особенно этот вопрос стал после ядерных взрывов Хиросимы и Нагасаки, после повышения радиационного фона атмосферы в связи с наземным испытанием ядерного оружия. И уже 20-30 лет назад было достаточно объективно показано повреждающие, я бы подчеркнул, сильные повреждающие действия генетирующих излучений радиации на наследственность человека. Больше того, мне бы хотелось подчеркнуть, что ведь этот след не закончится в первом поколении. Он будет и на 10-м поколении, и на 100-м поколении от традиционного взрыва. Таким образом, генетические последствия от генетирующей радиации останутся навсегда в человечестве, если такое случится. Что не день мы узнаем о все новых горячих точках планеты. Каждый день они могут слиться в одну, в последнюю, заключительную точку истории. Поэтому самая горячая точка должна вспыхнуть в сердце каждого из нас. Надо взорвать в себе эту самую мегатонну тротила. Взорвать все 10-20 тысяч мегатонн, чтобы заглянуть в пропасть, над которой стоим, и постичь всю меру опасности. Те, кто жил в начале 20-го века, должны были бы, казалось, ясно видеть, что война стремительно становится невозможной. И тем не менее, они не замечали этого до тех пор, пока бомбы не начали рваться в их неумелых руках. И любые виды пассивной обороны, любые защитные средства, любые укрепления, все сводилось на нет этим чудовищным ростом разрушительных сил. В свое доядерное время Уэллс не знал и не мог знать об атоме того, что нынче знает любой школьник. И тем не менее, уже тогда он был человеком нового мышления, потому что знал и исповедовал главное. С того дня, как был расщеплен атом, неделимым становится мир людей. Всякая попытка разъединить этот мир враждой – путь к неминуемому распаду. И многие еще и сегодня наивно надеются отсидеться в своих бессмысленных выживалках. В арсеналах мира имеется по три тонны взрывчатки на каждого жителя Земли. Ядерные державы располагают набором боеголовок мощностью в 15 тысяч мегатонн. Это больше, чем миллион хиросим. С чем можно споставить просили такую ядерную грозу? С какими тайфунами, ураганами, землетрясениями? Наук уже более-менее точно предсказывает стихийное бедствие. Может быть, можно получить подобный прогноз? И для ядерной войны? В качестве аналогов ядерной катастрофы используются мощные вулканические извержения. Из кратера вулкана Тамбора в Индонезии в воздух поднялось до 150 кубических километров пыли. Затемнение атмосферы привело к сокращению притока солнечных лучей и падению температуры на несколько градусов. Последующий за извержением год был назван в Европе и Америке годом без лета. Вулканы являются очень отдаленным аналогом последствий ядерной войны, просто потому что они производят другой аэрозоль, чем ядерные взрывы и чем пожары ядерной войны. Если изучать количественно возможные последствия выброса дыма в атмосферу, то сразу встает много специфических вопросов. И для того, чтобы получить какие-то достаточно убедительные количественные оценки, нужно ответить на следующие вопросы. Сколько этого дыма будет? Как высоко он поднимется в атмосферу? Какие оптические свойства этого дыма? То есть сколько он может поглотить солнечной радиацией? Как долго этот дым будет находиться в атмосфере? И как далеко он может разнестись ветрами от пожаров? Эти исследования, оказывается, дают принципиально новую информацию. Они показали, что если действительно наступит достаточно длительное и серьезное похолодание, то окажутся затронутыми большинство стран земного шара, в том числе и все те, кто никак не участвует в прямом конфликте. Канада. Провинция Онтарио. 3 августа 1985 года. Здесь проведен контролируемый экспериментальный пожар. Сочтено 600 гектаров леса. Цель. Проверить выводы науки об образовании в зоне крупных пожаров, непроницаемые для солнечного света переной пепла и сажи. Эксперимент подтвердил заключение климатологов о том, что вызванные ядерными взрывами пожары в лесах и особенно в крупных городах могут стать источниками катастрофических глобальных последствий. Мы пришли к соглашению с советскими и другими учеными по проблеме глобальных последствий ядерного конфликта. Мы продолжаем обсуждать глубокие климатические изменения, резкие нарушения режимов температуры, осадков, выделения света и тепла, что будет губительно для урожая и всего живого. Чем неожиданнее открытие, тем более крутой переворот делают они в наших взглядах. А тут речь идет о вещах неслыханных, о метеосводке для мира после ядерной войны. Тут надо моделировать процессы куда более сложные, чем уже ставшие привычными циклоны и антициклоны. Как поведут себя природные стихии, возмущенные невиданным ядерным залпом? В начале 80-х годов мы начали проводить машинные эксперименты с нашей моделью биосферы. В это время была опубликована целая серия статей, в которых обсуждались возможные сценарии ядерной войны, связанные с пожарами, которые образуются в городах, если они подвергаются ядерным ударам. Сценарий ядерного конфликта с обменом ударами в 10 тысяч мегатонн. Климатические последствия. В первые дни средние широты северного полушария покроются сплошной пеленой дыма и пыли. Через 2-3 недели дымовая завеса перейдет экватор. Спустя месяц почти вся поверхность Земли будет лишена солнечного света. Через 99 дней температура в Африке, Южной Америке, Австралии упадет до минус 10-ти, минус 50 градусов Цельсия. Света солнечного и солнечного тепла уже теперь не поступает. То естественно, что на Земле, над сушей, на всей территории суши установится то, что мы назвали ядерной ночью и ядерной зимой. Температура станет практически всюду отрицательной. Источники замерзнут, урожаи погибнут. И ясно, что в этой катастрофе человечеству, да не только человечеству, и всем высшим растениям и животным, вероятно, выжить не удастся. Какие уютные, какие славные были у нас слова. Ночь, дожди, зима. А теперь от них буквально мороз по коже. Радиоактивные дожди, ядерная ночь, ядерная зима. Земля без тепла и света, обреченные люди и сады, звери и птицы, осиротевшие дети солнца. Никому не выжить. По расчетам, ядерная зима может возникнуть уже при взрывах мощностью всего 100-150 мегатонн. Таким зарядом обладает одна современная ядерная подводная лодка. Умереть можно только раз. А сколько же это смертей приходится нынче на душу населения? Убережешься от взрыва, от огня, убьет радиацию. От нее уклонишься, погибнешь от холода и тьмы, причем все это свалится на нас одновременно. Вся тысяча смертей, смешиваясь, помогая друг другу. А кто поможет человеку? Что же думают те, кому люди доверяют власть над собой, над судьбами стран и народов, кому шлют они свои сигналы СОС? СОС! 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 Вашингтон, 1983 год. Здесь выдвинута концепция обезвреживания ядерного оружия посредством СОИ, стратегической оборонной инициативы. Сложная система включает 4 слоя, наземный, смешанный и два космических. Стержень системы – мощные рентгеновские лазеры. Для их накачки используется энергия ядерных взрывов. Излучение направляется в цель с помощью специальных зеркал, расположенных на боевых космических станциях. Часто говорят о том, что ядерный конфликт невозможен, поскольку ни одна сторона не решится на него. Он слишком опасен для человечества. Однако сейчас все более начинают понимать, что он может возникнуть сам собой, без желания той или другой стороны. Я имею в виду политическое руководство. Дело в том, что из-за крайней быстротечности событий, которые развернутся, все будут делать компьютеры. И причем даже если одна сторона сделать идеальную компьютерную систему, и другая сделать идеальную компьютерную систему, и ни тут, ни там не будет никаких ошибок, то никто не знает, как будут работать эти две системы в совокупности. И как показывает анализ, они могут стать, выражаясь ученым, неустойчивыми. То есть начать войну просто от соприкосновения, без всякой команды на начало войны. США, мыс Канаверал, 1986 год. Запуск космического корабля «Челленджер» с семью космонавтами на борту. При взрыве внешнего топливного бака бортовые компьютеры не сработали. Корабль не был переведен в аварийное состояние. Весь экипаж погиб. Никто не вернет к жизни погибших. Тех, кто высшей ценой оплатил новый опыт человечества. Мы можем сделать лишь одно. Не повторять, не усугублять ошибок. Анализ показывает, что всякая система обороны может быть использована для нападения. И что никакая система обороны не способна перехватить полностью все 100% ракетно-ядерных средств нападения. 1% арсенала каждой из сторон это более 200 боеголовок. Каждая в тысячу раз мощнее бомбы, взорванной в Хиросиме. Я бы сравнил сейчас вот эту философию, которая состоит в том, что подождите бороться против ядерного оружия, подождите его ликвидировать. Давайте займемся исследованиями и найдем некое чудодейственное магическое лекарство против ядерного оружия, вроде этого СОЯ, напоминало бы логику врача, который бы вместо того, чтобы лечить больного раком на ранней стадии, сказал бы ему, давайте лучше подождите. Медицинская наука развивается, может быть, когда-нибудь появится какое-то чудодейственное средство, которое в конечном счете вас полностью излечит. Но сейчас человечество с накопленными запасами ядерного оружия приближается к своего рода ядерному метастазу, с которого уже не будет обратного выхода. неужели так будет всегда? Неужели человек не всегда обречен оставаться животным, которому так никогда и не будет суждено подчинить себе судьбу и изменить ее по своей воле? И он останется таким до тех пор, пока породивший его Сатурн сам его же и не поглотит? Какая безысходность звучит в этих словах у Элсов. Ему очень не хотелось перечеркивать будущее, примириться с тем, что смертным отныне становится человечество, что не останется и следа от всего, что составляет нашу цивилизацию. И он мучительно искал выхода. Сентябрь 1920 года. Москва, Кремль. Беседа Владимира Ильича Ленина с Гербертом Уэллсом. Одна из главных тем мирное сосуществование государств с разным социальным строем. Общечеловеческие ценности, утверждал Ленин, должны стоять выше интересов отдельных людей, классов, сообществ. «Музыка» «Музыка» встреча Михаила Сергеевича Горбачева с участниками международного форма ученых за прекращение ядерных испытаний. Все мы стоим перед лицом простой и беспощадной реальности. Человеческая цивилизация не переживет ядерной войны. Надо учиться жить вместе, какими бы мы ни были разными. «Музыка» такая, такая ясная мысль. Почему люди до сих пор не сделали ее законом своей жизни? Что им мешает? Или кто? «Музыка» 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 Общего превосходства какого-либо одного государства на другим. Герберт Уэллс, 1913 год. И сегодня эти строки звучат, как газетная хроника дня. Все так же на земле льется кровь. Все так же гремит набат, предостерегая, что в любое мгновение мир может обратиться в пепел. Если море размывает материки, суши становится меньше. Если умирает человек, человечество становится меньше. А потому не посылай спрашивать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. По тебе. По тебе. По тебе. Он звонит по тебе. По тебе. По тебе. По тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!